Я приветствую наших дорогих друзей! Сегодня мы вместе с главным рабином Украины, Равом Асманом. Приветствую вас! Хочу сказать, что приближается праздник свободы, праздник исхода. И я мечтал о том, чтобы быть в этот день с вами и отмечать вместе с народом Украины ту свободу, которую вы все вместе отстаиваете. Представим себе, что мы с вами на этот праздник у вас за столом в Киевской синагоге Бродского. Добро пожаловать! Велком! На наш пасхальный следы. Говорим как раз в начале пасхальной годы, что каждый, кто хочет, придет и сделает песок. Пасхальный следы действительно приглашают всех, приглашают бедных, чтобы они были дома, и приглашают вообще четырех видов сыновей. Вчера были, по-моему, очень делали, чтобы делать массу пасхальных следов, чтобы как раз тот сын, который не может, не знает, как его провести, чтобы проводил. Есть города, которые находятся постоянным обстрелом, есть города уже там... Хотя мы сегодня отправили мацу, я вам скажу, в город Чернигов. У нас были волонтеры из города Чернигов, и мы отправили туда мацу, они сказали, что там еще евреи остались. Мы сейчас в городе Чернигов. Приехали сюда вместе с амбулансом нашим, который работает здесь, и еще привезли израильских врачей, которые раздавали сейчас просто на улице в городе. Раздавали лекарства сотни, не знаю, может, тысячи людей стояли, выстроились в очереди. Всем нужны были лекарства, потому что теплую одежду раздавали. Пожилые люди живут в домах, разрушенных частных домах, прямо там живут, без окон, без дверей, спят на развалинах. Мы завтра хотим все нарядить делегацию, вернее, спасительную, чтобы их оттуда просто забрать и вывезти в нормальное место. Это просто, да, живут просто. Я даже не думал, что так могут. Люди жить, и... Ну, это страшно. Вот, слышали тоже, так сказать, о жутких историях, о жутких расстрелях, о жутких обстрелов. Конечно, это страшно. Сколько мы еще узнаем таких историй, таких... Сколько еще людей... Там еще люди находятся под завалами, там, где мы были спасатели, где на стадионе. Короче, очень горькое чувство, но жизнь продолжается, и наша задача помогать людям, и мы будем спасать и помогать все, что мог от нас зависящее делать. Хорошего вам всем дня, и также мы параллельно готовимся к празднику Бесах. Мы сюда тоже для еврейской общины отправили мацу, и... Ребят, куда ехать? На лево. На лево. Куда? Отсюда прием. Сюда. Короче говоря, чем можем, мы будем помогать все больше и лучше. Счастливо. Евреи стали возвращаться в Киев, например. Уже вернулось. Довольно много звонков, где можно купить бацу, где можно прийти на седр. У нас записалось... Уже две сотни уже записалось где-то в синагогу Бродского, на пасхальной седре. Я не думал, что только будет. Потом в Анатевку там тоже у нас записались люди. И еще постоянно записываются. Я думаю, человек 500 будет. Бабушки, дедушки мы раздаем очень много. А, завтра мы везем. Завтра где-то 400-500 человек раздаем только мацу. И все, что нужно для праздника, бежачим. Я знаю, что вы были в Израиле. Когда я приехал в Израиль, то я понял, что чувствуют люди, которые возвращаются с войны, знаете, которые были на войне. И вдруг они видят мирную жизнь. И вот они, так сказать, не понимают. В общем, многие вещи непонятные. То есть люди занимаются какой-то ерундой, ну, назовем так ерундой, потому что люди, так сказать, обижаются за какой-то ерундой. И поэтому тяжело возвращаться из военного времени в мир. А потом обратно в военное. То есть на самом деле, как в другую планету приехать. Я не собирался ехать в Израиль, потому что я же говорил везде, что я не уеду. Ну, не уеду, но постоянно пока. Конечно, бы хотел остаться в Израиле. Тяжело мне было уезжать. Все хорошо. У меня там и семья. То есть ваша семья осталась сейчас в Израиле. Ваша супруга, ваши дети, ваши внуки в святой земле. А вы один приехали сюда ради общины. Естественно, дети говорили, как ты, папа, нас оставляешь? Все равно я должен был вернуться, потому что, во-первых, здесь община, во-вторых, надо своим примером вдохновлять народ. Я поехал в Израиль, меня пригласили, просто попросили выступить на съезде. На 30 тысяч человек был на стадионе Блюнтфель в Тель-Авиве. В честь 120 лет, дня рождения Любавичского Рэбе. Меня пять минут не давали говорить. За пять минут до этого был теракт в Тель-Авиве, как раз совсем недалеко. Я когда начал свое выступление, я сказал, что здесь был недавно теракт, только что теракт, они не знали еще люди даже. И мы молимся за раненых. Я начал петь песню, которую Рэбе очень любил. Не боюсь я никого, кроме Бога одного. Я не знаю, Песня «Украинский народ» 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 оккупанты, когда приходят на вашу землю и говорят, мы поверили тому, что нам говорили на телевизоре, другое дело, евреи, живущие в свободной стране Америки или в Израиле, приходят в синагогу, садятся рядом с вами за стол и позволяют себе открывать рот и говорят такое, наверное, требуется огромная любовь к еврею, народу Израиля, верю вообще в человеческую природу, чтобы не воспылать гневом на такого человека. Вы знаете, почему я ушел? Я вижу, что человек меня не услышит. Когда я вижу, что меня не услышит, зачем развивать? Это можно поссориться, это можно прийти в Скид. Но с другой стороны, я ушел, потому что я не мог слышать, как когда я видел здесь трагедию страдания, своими глазами слышал и не только украинцев, и русских, и евреев. Я же рассказывал, я даже показываю на соцсетях, я беру сам интервью. И когда я это вижу, потому что кто-то сидит сытый, где-то здесь в безопасности, сидит и начинает философствовать с умными глазами. А у меня в глазах стоят эти люди, раненые, пострадавшие, страшные вещи. Я вот сейчас в Кишинево приезжал, там полно людей, которые беженцев, которые не могут проехать, что там лежат несколько дней. Старики там болеют с ними, ранены. Короче, мучения страшные, даже не там, просто как беженцы, они проходят мучения. Потому что пришли эти самые, выгнали их из своих, они спасались от них, а так бы и пострадали, и бы убили. У меня вот эти люди перед глазами стояли, просто презренно мне было сидеть с такими людьми, которые, так сказать, которые несли такую чушь. Ну, не чушь, так сказать, даже не чушь, это хуже. Отвечая на вопрос, как вести себя с негодяем, или отвечая на вопрос, как бы раша негодяя, да, плохого такого сидячего столом человека, ведь там говорится «хакэчэнаф», и «хакэчэнаф» переводится «притупи ему зубы». Некоторые думают «разбей ему зубы». Нет, притупить зубы означает притупить его негативизм, остроту его негативного отношения к торик и бейскому народу, если это возможно. Но другие говорят, это не то, что ты должен ему сказать, а зачастую то, что ты должен сделать, так объясняют мудрецы, если ты видишь, что он тебя не слушает, ты должен уйти. А всё, что ты хотел сказать ему, это ты скажи себе, чтобы не попасть под его влияние. Потому что ему зачастую лучше всего сказать именно то, что сказали вы, не общаться с ним. И примером этого является наш с вами друг Алик, который живёт в Нью-Йорке, которого вы знаете и которого я знаю. И он сказал, что ему позвонил его друг детства, который когда-то жил в Киеве вместе с ним, и спрашивал его «как дела?» А он ему говорит «как могут быть дела, когда Киев бомбят?» А тот говорит «а мне всё равно, мне пофигу». Он говорит «я подумал, что ему ответить». Я ему сказал «забудь, пожалуйста, номер моего телефона». То есть, по сути, он сделал то, что сделали вы. Что-то происходит сейчас в эти дни на Украине, то есть, как бы, затишье в вашей части страны и напряжённое ожидание на востоке и на юге. Что-то вы можете прокомментировать для нас? Что украинский народ, что вы чувствуете сейчас, как бы, в преддверии бури, битвы за Украину, которая будет, вот, очевидно, в ближайшие дни? Неожидание. Там идут бои очень кровопролитные, ещё хуже, чем были. В Мариуполе, в том месте, там страшные бои. Российская армия окружила Мариуполь. Там страшно что-то творится. Там полно гражданского населения. Там дерутся до последней. Там просто его ровняет десятки тысяч погибших. Ещё не понимают, что там это преступление. Ну, просто даже не поддаётся описанию. Если солдаты там остались до последнего, они сами добровольно, так сказать, и понимают, что это там. Ну, страшно что происходит. Это Мариуполь. В Харькове, в Харьковское направление тоже там очень горячее направление. Это вся граница с Донецкой областью тоже. Там постоянные тяжёлые бои. Тогда стягиваются большие части из России. Там реально, там очень страшно. Там очень страшно. Мы сейчас ездим вот эти все города, которые страшные трагедии. Там Буча, сейчас Бородянка, ещё там Гастомель, Чернигов, и сёла, которые... Я просто знаю, не с первых уст. Мы здесь финансируем очень много волонтёрских организаций, которые реально работают. Реально работают в тяжёлых местах. Люди реально рискуя своей жизнью, герои. Мы с такими работаем. Мы их тоже пытаемся финансировать, потому что у них... Они даже не знают, где деньги сводить. Они на свои деньги там, ну, реальные вещи делают. Очень большие. Я не могу даже рассказать, что пока после войны, наверное, можно будет всё рассказать. У нас целая кухня работа. Короче, во многих направлениях мы ведём большую гуманитарную работу. Я лично ещё не начинал готовиться к ПСУ. И фактически... Ну, то есть не начинал как. Я организовал, чтобы пришло сюда еда, чтобы отца было. Но здесь люди работают, но надо лично ещё готовиться. У меня такого не бывало. Потому что мы заняты гуманитарной деятельностью. И мы развозить будем. И завтра... Просто нет времени, честно говоря. Мне надо продавать хамец для всех. То есть есть ещё раввинская работа, которую надо сделать. На мой взгляд, вы, да, сделали самое главное, что должен каждый еврей делать для ПСУ. Он должен позаботиться о том, чтобы у других была маца. Это у нас есть обязанность каждой помочь бедным, нуждающимся перед праздником ПСУ. И даже когда мы начинаем пасхальный Сейдер, то великий мудрец Моралис Праги, мистик, писал, что причина, почему мы разламываем мацу в начале Сейдера и говорим, это хлеб бедности, который ели наши отцы в земле египетской. Не когда мы вышли, а ещё в земле египетской. Это для того, чтобы напомнить, что несмотря на то, что когда мы были в Египте, мы были рабами, и каждому из нас было плохо, и каждый был бедным рабом, тем не менее он ломал свою мацу там, для того, чтобы делиться с другим нуждающимся. И потому, если человек делится в бедности, то Всевышний даст ему больше, чтобы он мог делиться тем, что у него будет, когда Всевышний ему даст больше. Поэтому благословение вам, чтобы вы могли продолжать делиться с людьми мацой. И это, Моралис Праги говорит, и есть настоящая свобода. Свобода — это быть свободным, творить добро. Поэтому меня очень вдохновили ваши слова о том, что вы говорили, что вы чувствуете особую привилегию в это время, трудное, оказаться на этом месте и помогать людям. Сейчас во время войны у нас много кристаллизировалось. Были люди, у которых были деньги, они бежали, и деньги там пропали, или там имущество какое-то, или вообще... Получилось, что это не главное. У нас многие люди, у которых все было, и вдруг они сами бежали, без ничего там схватили машину, представьте себе, в машину положили то, что вошло, у кого машина была, у кого было бензинно, проехать 200 километров. Многих даже машину не взяли, они в автобусе ехали, взяли самое необходимое, и больше ничего не... Для многих людей это трагедия, да, есть, которые живут в Западной Украине, а там города переполнены в три раза, да, то есть нефть матрас кинуть, да, то есть вот так человек должен жить каждый день, а он привык жить хорошо, и даже не снять гостиницу, и то есть вдруг ты понимаешь, что за деньги есть вещи, которые не купишь. Это меня один говорит сейчас, человек, а я потерял там все свои деньги, а люди потеряли свою жизнь. Я говорю, скажи спасибо, что ты только деньги потерял, то есть все относительно, да, поэтому приходит переосмысливание, да, я с многими людьми разговариваю, которые были раньше заносчивые, например, и вдруг они такие стали культурные, есть люди, которые мне могут дозвониться, то есть они были, ты шо, а мне там звонишь, там такой, в котором было много денег, и вдруг они стали совершенно по-другому относиться, то есть на самом деле у многих людей перешла переоценка ценностей, в том числе и у меня. Я не чувствую себя беженцем, потому что я чувствую себя шалехом, что я здесь нахожусь, помогать людям. Когда у тебя превосстается возможность помогать людям, ты можешь 24 на 7 этим заниматься, то это очень приятно. Мне кажется, что вы объяснили сейчас смысл марора и мацы, потому что если марор – это горечь и ощущение того, что мы видим страдания других людей, то маца – это то, что мы должны спешить делать. Мы должны спешить творить добро. И поэтому с одной стороны мы берем сначала мацу и говорим, как важно творить добро, напоминаем себе о горечи марора, когда едим его отдельно, а потом кладем мацу и марор вместе и едим так, когда был храм, стоял храм, увидели, что есть Всевышний, который помнит свой народ. И тогда, как мараль из Праги, кстати, об этом же говорит, это буквально тому, что мы говорим «Шма Исраэль». Слушай, Израэль, Хашем – это милосердный, это маца, это символ свободы. Марор – это горечь, это суд, это илуким, это другое имя Всевышнего, которое проявляется в страданиях, в том, что кажется нам судом. Но тем не менее, и то, и другое в одинаковой степени приходит в этот мир, для того, чтобы делать нас лучше. То есть единство в Всевышнем проявляется в том, в другом. И вот вы говорите о страданиях, которые вы видите, которые приводят вас как раз к тому, чтобы творить добро. Да, да. Подводя итог нашего разговора, вот мы сидим за столом и вспоминаем то, что мудрецы сказали. Тот, кто не сказал этих трех слов, Песах, маца и марор, как будто не выполнил заповеди. Но в самом случае рассказать об исходе евреев из Египта, Песах — это род говорит, правда? Чистый род говорит. Словом можно сеять ненависть, но словом можно также рассеивать ненависть любовью и светом рассеивать тьму. И вот вы сидите с нами, мы будем вспоминать ваши слова. И вы можете рассказать нам, что означает для вас сегодня этот праздник Песах, праздник свободы, чтобы мы встали за стола, и у нас прошел еще один год. До следующего Песаха мы хотели бы помнить ваше благословение, ваш месседж. Еврей должен быть свободным вообще в этом мире, то есть он обязан быть свободным. А что значит, что такое свобода? Значит, в этом мире ничего не должно над ним владеть. Именно поэтому, когда предыдущий рэбер Аяц, когда я помню, ему поставил пистолетчик из Квиско, он сказал, что этим можно напугать того, кого есть один мир и много богов, а у меня есть один бог и два мира. Евреи обязаны быть свободны. Всевышний вывел нас из Египта. Что такое свобода? Это не значит, что он просто вывел из Египта и все. Он нас вывел для того, чтобы мы получили Тору на горе Синаи. И по-настоящему свободные люди были те, которые приняли на себя Всевышнего в качестве царя. Потому что, если они не принимают Всевышнего, то они не становятся свободными. Они становятся какими-то как бы несвободными, там у них другие получаются, хозяева какие-то, или свои страсти, или какие-то нам еще какие-то внешние люди. А тот, кто по-настоящему принял Бога единого, так сказать, за своего, так сказать, хозяина, то он действительно свободный человек. Потому что, поэтому Всевышний вывел не просто из Египта в Освоясе, а он вывел это целенаправленно на горе Синае, чтобы на горе Синае еврейский народ поднялся за эти 50 дней и получил Тору, на 50-ю ступень, получил Тору. И что, нет такого свободного человека, как тот, кто сидит и учит Тору. Почему это сказано? Потому что он действительно свободный человек. Он как раз не смотрит этот телевизор, который дает пропаганду, а он учит Тору, который учили 3,5 тысячи, сколько там учили уже, учили еврейский народ, и который дает человеку действительно свободу мыслить. Я очень, вот слушайте, это я только сейчас понял. Когда учишь кого-то, ты сам понимаешь, Всевышний тебе дал Тору для того, чтобы ты мыслил самостоятельно. Я говорю, когда мне говорят, что сказали по телевизору, я говорю, ну сейчас многие, кстати, спрашивают, что будет, меня спрашивают. Я вчера границу переезжал, мне пограничник спрашивает, что будет, когда он узнал, кто я. Я говорю, будет хорошо. Будет хорошо очень скоро, да. И я говорю, что я не пророк, естественно, я не могу спекулировать, да, я не могу, не пророк, я не знаю конкретно, что будет, но я знаю, что будет хорошо, Аллов, хорошо. Второе, это что придет, Машеев, вот-вот, и мы видим, что это уже схватки, то, что называется предродовые схватки прихода Машеева, Хемлея Машеев. Знаете, все зависит от нас, я это вижу, когда ты идешь вперед с Торой, со Всевышним, с еврейской гордостью, то все, так сказать, море расходится, сколько бы врагов не было, они, так сказать, убегают от тебя, поэтому я, так сказать, я оптимистичен. И поэтому я хочу перед Песохом пожелать, чтобы выйти из Египта, из своего духовного Египта, из своего духовного, вот это, где они находятся, и прийти, обрести настоящую свободу, это дает наше еврейство, у нас самое дорогое, это и есть наши Торы и заповеди, поэтому вот я хочу пожелать всем нам, чтобы мы знали, что Айкар, что Тутофель, что главное, что второстепенное, и чтобы мы не меняли наши дорогие вещи, принципы, которые наши отцы и матери принесли, дедушки, бабушки принесли сквозь века, сквозь инквизиции, чтобы мы дорожили этим, и именно вот поэтому в Песох, я чуть-чуть раньше думал, почему Песох такой скорпулезный надо, но каждая вещь символа, одни символы такие, я честно, я начал действия, не символы, мне самому тяжело было символы, а потом я понял, что символы, из этих символов заложена вся еврейская, так сказать, в этих символах еврейский народ выжил, так сказать, дожил до сегодняшнего дня, пока там одним символом пренебрежешь, вдруг оказывается, что это, а это, ну я не знаю, это как в доме, кусочек, подпилил кусочек фундамента, ну может он не упал, но стал слабее, когда ты еще там где-то, еще чуть-чуть подпилил, а потом мы удивляемся, почему, так сказать, дома рушат, поэтому, так сказать, надо делать большой фундамент строгий, стронг, стронг, как у вас там говорят, стронг, наш фундамент, это наша вера стронга, я желаю, чтобы все были радостные, что песок кошер в СМЭх, кошер, чтобы был кошерный песок, для этого надо обратиться к Равко Цину, он наверняка всем поможет сделать кошерный песок, и в СМЭх, мы, думаю, все вместе сможем помочь, если кошер я у него, мы как в СМЭх будем радостны. Спасибо огромное вам, я хочу, принимая ваше благословение, сказать, что, конечно, вы для нас источник вдохновения в этом празднике Песоха, и поэтому я хотел быть с вами, если даже не доеду по каким-то причинам в этом году, тем не менее, я бы сильно буду с вами, потому что вы сегодня герой, который остался в Киеве, оставил свою семью. Я не говорю о вас лично, я не говорю о вас лично, я просто хочу, чтобы наши друзья помнили о том, что свобода, и это свобода от страха, и потому, когда Моисей поднимается на гуру Синаи, он идет туда со старейшинами, Всевышний говорит ему, ты иди, а старейшины останутся. Почему? Мудрецы поясняют, потому что, когда Моисей шел навстречу с фараоном, то старейшины разбежались. И потому тот, кто не мог говорить с фараоном «по нималь, по ним», лицом к лицу, не удостоился говорить с Всевышним лицом к лицу. Поэтому лишь тот, кто мог говорить с фараоном бесстрашно, он смог подняться на гору Синаи. Представляете себе, какая здесь мысль? Освободиться от страха нужно обрести еще больший страх, то есть лекарство от страха является страх перед Всевышним. А потому это праздник свободы, который позволяет нам преодолеть все препятствия. Потому вершатся чудеса развержения моря и, в конце концов, чтобы мы все вместе получали Тору, конечно, ее изучая ежедневно, и чтобы чудеса сопровождались на вашем пути, и чтобы море проблем, стоящих перед украинским народом и народами мира, разверглось в этот праздник Песоха, чтобы мы были свидетелями чудес. Всего хорошего вам! Всего счастливого! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok